Случай с куклами. Я вижу 25 тысяч дефектных китайских кукол, сыплющихся как динамичный горох с нескольких поездов, перехваченных ими на границе. Они занимают кафе, рынки и супермаркеты, а потом выставляют на улицах полевые кухни и начинают выдавать варево из пластиковых пакетов и генно-модифицированной СОИ. Наши войска в замешательстве. Куклам невозможно нанести урон. Разрубленный на части отдельный противник сразу становится несколькими целыми куклами, обрастая необходимой пластмассовой плотью за секунды. Простреленные они только отлетают на пару метров и поднимаются снова. В них не обнаружено никаких органов жизнедеятельности. Натовские войска быстрого реагирования, прибывшие достаточно скоро, по приказу своего командования лишь занимают позиции по границам страны, изолируя ее как своеобразную зараженную зону. Захваченную их спецназом пару кукол срочно перебрасывают самолетом в секретную лабораторию под Мюнхеном, где после множества срочных экспериментов выясняется. Куклы безразличны к радиации. Их выводят из строя только жара в районе плюс 150-200 градусов Цельсия. Понятно, что такая огненная атмосфера заодно выжит и все живое вокруг. Тем временем в захваченной стране куклы вводят жестокий режим. По всем каналам транслируются только кукольные черно-белые мультфильмы 60-х. То же самое в кемтеатрах, театрах, клубах и другого рода общественных местах. Они идут без звука в сопровождении стилизованных иероглифов в зеркальном отображении. Закрыты все кузницы и котельные, общественные бани и другие места с высокой температурой. Начинается голод. Цены на продукты, доставляемые из-под полу, фантастичны. Ноябрьские холода и проливные дожди делают жизнь невыносимой. Но все дороги перекрыты жестокими низкорослыми патрулями. Они не воспримчивы к холодам. В их маленьких черных глазках, пуговках читается только одно равнодушное презрение. Нация на грани гибели. Национальный комитет спасения, прячущийся в болотах севера, выпускает приказы, призывы и воззвания к странам-союзницам по НАТО и мировому сообществу. Но ситуация полностью непрогнозируемая, и мировые лидеры занимают выжидательную позицию. Кукольные фильмы и иероглифы. Кукольные фильмы и иероглифы. И патрули на всех маломальских проходимых дорогах. Что сделаешь в такой ситуации ты, поклонник волка Диснея и невоспитанного волка в штана в тюрьмую полоску? Как докажешь, что ты мужчина и защитник? Мозг работает лихорадочно, но пока ни одной подходящей идеи. Ты рисуешь синих зайцев и желтых лисичек, зеленые елки, фиолетовые облака на штукатурке линтерно-спальных районов. Разбрасываешь размноженные на цветном принтере изображения розовой пантеры. Но однажды ты видишь выходящую из дверей многоэтажки вереницу людей с печками-буржуйками, поставленные на обычные садовые дачки. И меня туда безжалостно запихивают кукол. Весть о новом оружии разлетается мгновенно. Сметены все оставшиеся магазины дымотехники и каминов. Партии печек сбрасываются с самолетов и вертолетов ВВС НАТО. Выстроившиеся длинными рядами люди прочесывают свои районы и двигаются дальше, по победного конца. Через каждые пару человек тачка с передвижной печкой. Лица у всех покрыты пластмассовой копотью и счастливы. К Рождеству в стране, в принципе, все окончено. Войска НАТО и остатки национальной армии входят в страну и интернируют последнюю пару сотен обезумевших дефектных кукол. Правительство КНР заверяет весь мир, что не имеет отношения к печальному консиденту. Тем не менее, импорт пластмассовых изделий резко ограничен. Снова входят в моду тряпичные и шерстеные куклы. Люди празднуют Рождество. «Чему научила вас эта история?» спрашивают их корреспонденты BBC и Аль-Джазира. «Она научила нас делиться теплом и поддерживать огонь», отвечают они. «Все местные расовы и национальные конфликты забыты. Начинается рассвет ремесел и экономического мышления. Однако поезда в стране теперь оборудованы системой управляемого самовозгорания. И поэтому, не пользуясь популярности, начат по путям пустые, с тусклыми посвященными окнами». Субтитры создавал DimaTorzok